всем привет мы проект пиджаков меня зовут игорь пиджаков это александр александр клементьев мы представители проекта пиджаков нас так-то трое но сегодня двое потому что наш третий человек пишет музыку очень занят вот и не смог прилететь москву но на самом деле опоздал на самолёт да на самом деле опоздал на самолёт и мы не стали его покупать новый билет потому что нам не нужен мы приняли такое решение у нас вышел недавно трек называется как крым криминал да я почему-то называю панамера хотя так нельзя называется криминал мы абсолютно поменяли формат нашей музыки и какой у нас раньше был стиль стиль приближенной группе руки вверх потому что это не просто так да не просто так потому что нашим продюсером не занимается сергей жуков и мы не типа нет шучу ну просто так вышло так произошло написали музыку очень похоже на руки вверх выпустили потому что посчитали нужным это сделать но она на хрен никому не нужна кроме богдана который не прилетел но шучу же даже но на самом деле все немножко неправда да то есть решили сделать что-то было внутри да такая ну пацанская тема танцевальная музыка для тачки то есть что-то такое то он говорит про новую песню если вдруг до новой песни пацанская музыка для тачки что чем гордимся я дедушкой горжусь ну а ты я тоже дедушка горжусь да нет но на самом деле делаем музыку делаем то что чувствуем гордимся тем что можем выступать на сцене да и нам есть что сказать аудитории и это на самом деле очень классно гордимся вот этим в основном но гордимся тем что вы у игоря шапкой классно зеленая салатовая блин на самом деле проекту вообще как таковая моя артистическая деятельность началась в каком году первая песня когда мне вышло 96 до 96 когда мне было 43 нет на самом деле мы существуем уже очень давно у нас сначала был лайв коллектив он назывался пиджаков лайв мы участники проекта новая волна в 2018 в 2018 году вот потом после новой волны у нас коллектив немножечко а ну типа я сольно отдельно выступал в проекте главная сцена попал к максу фадееву в команду там что-то ничего не или занял я что-то ну какое-то обосса на четвертое место а после этого вот у нас появился коллектив пиджаков life мы сделали на новую волну тоже заняли четвертое обосса на место это карма карман тут да да и чё потом что потом а потом мы развалились нашим коллективом и начали уже выпускать свою музыку да и да и вот богдан который вот сегодня не приехал он на самом деле всегда был где-то рядом уже много-много лет помогал нам писать музыку писать аранжировки вот так что мы в но в принципе новых как бы людей там не появилось немножко переформатировался на состав ну короче нам уже лет девять нет поменьше наверное да на самом деле мы познакомились с игорем очень давно в детстве и так получилось короче у нас дружат семьи ну вот у нас отцы играли в одном коллективе музыкальном в институте это было да и ирония судьбы заключается в том что у меня отец в коллективе играл на гитаре у игоря отец пел в общем-то во втором поколении уже всю эту тему проносим как быть не через нашу жизнь вот одно типа мы знакомы очень давно у нас даже бывали когда я был совсем совсем маленький саша приезжал мы там давали какие-то концерты в военной части где жил саша играл на гитаре я пел еще такой синий 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 мальчик маленький ну не синий ну может и синий был тогда короче и это и все и вот что а что но потом в театре эстрады с игорем был была такая тема что мы были всегда как бы рядом но при этом еще тогда вместе не работали а вот когда уже игорь съездил на главную сцену он вернулся в екатеринбург буквально там месяца на 2 как бы решил собрать коллектив и позвонил сразу мне ну для короче в екатеринбурге музыканты знают друг друга все и поэтому ну как любой музыкант с музыкантом общается и естественно я хотел собрать тогда коллектив из лучших ребят и естественно я позвал сашу потому что саша лучший гитарист карабаша золотые струны сижиловской области мастер спорта по спорту ну пока коронавирус в екатеринбурге а так ну тут бываем больше наверно даже чем там такая история как как из фильма на самом деле о мечте короче история такая мы в момент начали все люди переделывать ну то есть все артисты начали переделывать старые какие-то хиты вот ну типа известных довольно таки групп и мы подумали блин почему бы и нет давайте попробуем давайте переделаем какую-то песню на новый лад и вот богдан спрашивает блин какую будем делать песню я говорю давай какой песню группы руки вверх ну потому что это в душе мне кажется у каждого вообще человека в нашей стране дискотеки то есть это все но целая целый пласт истории такой которая всех нас коснулась как бы так или иначе ну короче мы выбрали мне с тобой хорошо песню потому что я в детстве за нее кайфовал вообще по страшному за клип кайфовал потому что там это по моему первый российский клип с такими спецэффектами был балдежными его кстати снимали он говорил что-то чуть ли не месяц вообще этот клип там пипец денег вложили в него не суть все мы сделали этот трек под трэпчик я думаю ну типа мы оставили припев тот который был но только в трэповой ситуации мы подумали надо отписать права ну почему бы да чистить права чтобы выпустить трек просто для себя вот начали искать выходы там по знакомым там я летом одной второй там помогите найдите там телефон менеджера чтобы связаться все дела там мне какие-то номера давали я звонил мне грели в жопу ты очень кто такой откуда ты нет никакой группы руки вверх я не занимаюсь тогда короче это было довольно таки долго вот но потом я обратился к чуваку знакомую из екатеринбурга он тоже раньше в кавер команде играл потом начал ну в общем заниматься своей музыкой стал довольно таки популярным потому что пародирует голоса звезд его зовут кирилл нечаев вот мы ему написали типа привет привет кирюха ты там с жуковом дружишь потому что он очень сильно любит и все время переделывает песни голосом жукова вот и кирилл говорит ну типа я не могу тебе дать телефон по понятным причинам но могу послать трек жукову самому лично я такой газы типа делай всем послал и типа мне через 15 минут позвонил сергей алё привет это сергей жуков я такой правда правда я еще помню тогда лежал в ванной я короче чуть не утонул к чертям собачьим вот и все и мы что-то с ним зазнакомились он говорит покажите еще материал показали материал он говорит блин прикольно получилось там у меня регине понравилось регина жена и очень понравилось давайте типа вместе этот трек сделаем я спою в припеве это как это вообще так возможно почему и все и как-то так он говорит блин а давайте попробуем там я спродюсирую у вас пару треков следующих поработаем посмотрим как что возможно я вам не понравились возможно вы мне не понравитесь и короче вот так вот хоп-хоп и мы уже сколько три два года ну общаемся да уже около двух лет но начали именно как бы работать мы чуть попозже потому что мы пока там общались пока обменивались песнями там и так далее вот но мне с тобой хорошо получается вышло в ноябре девятнадцатого года короче вот с ноября девятнадцатого года мы вообще не разлей вода он очень крутой мужик замечательный продюсер товарищ я не знаю батя музыкальный наш который совет как нам да как отец вот на самом деле такой творческий очень открытый человек очень сильно реально типа 24 на 7 с нами на связи там что-то что-то мы ему посылаем грит плохо ребята переделывайте должно быть круче вы можете больше ну короче очень очень круто какой-то вообще сумасшедший прикольный союз у нас получился и типа он там считает нас своей семьей же вот и поэтому блин это наверное лучшее что могло с нами произойти с точки зрения музыкального бизнеса и вот этой всей индустрии попасть к такому человеку а и так и так то есть мы в начале концерта как бы разогревали получается и и в середине концерта мы выступали ну то есть так по настроению нас ставили там да короче потому что мой проект продюсерского центра руки вверх поэтому батя нас все время с собой берет и такой типа давайте все у нас выходит песня и мы ее поем еще одна песня выходит ее еще поем но все равно это там набирали какую-то аудиторию для себя понятно что фанаты группы руки вверх это люди ну как правило в возрасте но кстати молодежи да но молодежь на концертах безусловно присутствовал там были и дети и люди там 17 18 лет подростки вот эта аудитория ну типа в любом случае добавлялась к нам каких-то там соц сетях выбирала из нас там для себя каких-то фаворитов но короче кайфово было очень круто 2020 год для нас был говно босса на нет на самом деле это год но типа для всех наверное такой и он наверное показывает нам на то что нужно все равно продолжать заниматься тем что любишь и ни в коем случае не сдал короче остаются сильнейшие вот и наверное 2020 год для нас был ну довольно таки прорывным годом с точки зрения написания музыки вот да кстати это очень важно то есть не хватало очень сильно концертов да то есть мы очень много до этого ездили и здесь когда все сели дома да то есть появилась возможность покопаться внутри себя и найти в себе что-то что ты можешь сказать еще и вот наверное с этой стороны год ну можно сказать что как бы хороший да он заставил себе найти какие-то новые идеи там в написании музыки стать в чем-то лучше да то есть конечно не хватает концертов но тем не менее можно найти позитив как в этой ситуации про не хватает концертов мы перед тем как началась пандемия ездили в туре по всей россии сын типа с группой руки вверх и типа там стадионы да ну то есть там каждый день был дворец спорта дворец спорта дворец спорта 10 тысяч человек 10 тысяч человек 15 тысяч человек 15 тысяч человек и идите в жопу да и мы это вот особенно сильно почувствовали что вот вот эту черту что вот это все как бы резко закончилось и мы сели домой и вообще офигели такие и что делать теперь вот этот вот энергия до которой ты постоянно получаешь она как бы раз и закончилась очень резко и это было ну конечно не просто с моральной точки зрения но все мне кажется все это перебарывали типа вот это состояние сидеть дома там работать находить все силы заниматься спортом и так далее собой но типа для нас это было тоже непросто но ну как и для всех тем не менее найти позитивные какие-то моменты в этом получилось в любом случае что что мы слушали в детстве какую бы слушали мы слушали ли мы группу руки вверх но ее ее невозможно было не слышать во первых потому что она была просто везде ну в общем музыкальная индустрия нашего детства строилась на телеканалах на телеканалах мтв на телеканалах что там был рут его мус тв или не было еще мус тв но я не помню но вот мтв тогда как бы шумела вообще да и все что играла на мтв все играл на дискотеках что играл на дискотеках то мы и слушали вот а группа руки вверх это как бы само собой подразумевающееся для любого человека в нашей стране ну то есть подойди к человеку к любому человеку в нашей стране подойди и спроси я не знаю забирай меня скорей увози за 100 морей и он тебе продолжит и целуй меня везде 18 мне уже такого как бы ну то есть это я не знаю ну это классика типа российская поэтому все слушали группу руки вверх у всех там связаны какие-то истории там кто-то даже детей рожал под алёшку вот поэтому типа не рожала зачинал если ты сечешь о чем я зачинал зачинал вот поэтому ну кстати он так на своих концертах и говорит что типа половина зала была зачата да во первых половина зала была зачата вторая половина зачинали под песню алёшка этого короче это вот а так на самом деле вот за себя скажу то есть это была музыка абсолютно разная то что было и популярно и то что было по кайфу типа ну например лимбиски я обожал прямо с детства то есть мне каким-то образом пала кассета лимбиски децл там какой-то рок ну вот все всякая вот интересная музыка то есть я тогда еще не играл на инструменте но любил очень слушать музыку и всякую разную причем и лирику и там какой-то инструментами то есть мне это доставляло кайф я еще не понимал что то можно оказывается играть самому как бы вот я еще не думал об этом а игорь пел то есть но что-то пытался повторять то есть он тоже кайфовал от музыки но я не не знал что я кайфую от музыки то есть у меня это тоже само собой подразумевающееся было потому что у меня батя немного поет ну типа а у него бати немного играет поэтому в любом случае музыкальный вкус прививался от родителей вот но я не думал что я буду петь я был жутким распи*** вообще всю дорогу в детстве ну и сейчас вот но типа как-то так получилось что меня жизнь вывернула в сторону музыки я поступил в театральный институт и типа с того момента начал заниматься прям музыкой плотно а так-то я лица бил на птицефабрике и больше ничего игорь как бы жил в таком районе таком довольно таки серьезном с пацанской точки зрения там где надо было отстаивать постоянно свои интересы да и как бы защищать себя и поэтому но пацанский дух у него остался до сих пор такой настоящий я в один след проколол уши в один след и столько из них получил вообще мрачных страшных вообще жить типа и все отлично мы от музыки подошли но это связанная тема эта жизнь блин а что мы слушаем есть музыка которую мы слушаем для души есть музыка которую мы обязаны слушать потому что это наша работа чтобы быть в курсе вообще того что в индустрии происходит что сейчас происходит в индустрии в индустрии происходит рэп ну типа большинстве своем ну то есть та аудитория на которую мы целимся слушает рэп и типа ну король у нас этот на марган штерн получается чувак абсолютно крутой с точки зрения коммерции он абсолютно понимает что он делает он абсолютно четко идет к тому что приведет его к деньгам. Он красавчик. Хотя, да, то есть не сказать, что он такой как бы рэпер, да, именно аутентичный, но очень тонко чувствует, какой нужен продукт рынку. И вообще материал сейчас, ну, то есть над ним обычно там не карпеют по полгода, там, собирая его там, да, из каких-то частиц. А все выпускается буквально там за 5, там, 10-15 минут пишется качевый какой-то хрекс с каким-то хуком, как бы ярким. И он выпускается для того, чтобы кайфовать. Ну, музыка как бы сократила вот это вот в хреме жизни, да, то есть ее сейчас быстрее забывают, быстрее появляется новая. То есть она такая, ускорилась вот эта вся как бы индустрия, поэтому, ну... Ну, вышло так, что я ни хрена не рэпер. Ну, типа, я певец. Я всю жизнь пел и не читал рэп. А теперь мне приходится читать рэп, красить ногти, блядь, ездить в ТикТок дома. Да, ТикТок это то, что сейчас задает вообще стиль, как бы, восприятие контента у молодежи особенно. То есть, как бы, говорят, что это типа радио для молодежи. То есть это то, откуда молодежь потребляет вообще музыку, в том числе ТикТок. Музыку и какой-то визуал под нее. Ну, поэтому, ну, хочешь не хочешь, приходится под этот формат все равно подстраиваться, чтобы это было там, ну, максимально ТикТоковые какие-то истории, там, танцевальные и так далее. Мат бывает очень разный. Он бывает сказанный вот именно вот в такой форме, что это добавляет, как бы, 70% еще смысла, как бы, да. То есть он бывает вкусный и стильный, а бывает мат, как бы, ради мата, и это очень, ну, это ничего не дает, и это не стильно и не прикольно. Короче, если можно мат избежать в песне, то мы избегаем его. Если нельзя избежать, то не избегаем. Да, бывает, что по-другому не скажешь, и это, ну, чисто как литературная такая штука, и в этой ситуации ты можешь сказать, что это художественный прием, как бы. Ну, да, но, типа, у нас не было еще ни одной песни с матом. Ну, то есть, либо он запикан, либо там, уль, какая-то такая штука. То есть, намек есть, но... Откровенного мата... А, нет, ты пи***ь по инерции, в Текиле у нас было. Ну, да. Одна песня с матом была. Как бы радио-версия была там обрезана. Ну, понятно. Ну, тем не менее, ну, как бы, вот, по-другому тут не скажешь. То есть, ну... Вот. А так, мат, как бы, ради мата, это не стильно даже. Вот. Мы считаем так. Да вряд ли. Не, не лопнет. Не лопнет, потому что ТикТок, как и любая социальная сеть, только развивается. Ну, в смысле того, что сейчас ТикТок находится на стадии вообще сумасшедшего прогрессирования с точки зрения того, что он набирает огромное количество людей, которые пользуются ТикТоком. И ТикТок предоставляет все новые и новые возможности. То есть, скоро формат вот этих спичев маленьких перейдет в большие какие-то видосы. Блогеры зайдут туда, зайдет туда реклама. Короче, ТикТок это та платформа, которую надо страшно развивать сейчас. Да. То есть, он сейчас уже скоро может потеснить уже YouTube, потому что большие ролики, как вот Игорь сказал, уже можно будет выгружать. Туда сейчас активно заходит весь бизнес, реклама, и поэтому он будет только как бы расти и развиваться. Ну, короче, мне кажется, что Инстаграм в любом случае останется, но его ТикТок подуберет. Вот. Поэтому, блядь, снимайте ТикТоки. Реально, если вы хотите зарабатывать бабки, снимайте ТикТоки. Мы недавно были в ТикТок-доме с Сергеем, кстати. Короче, мне стыдно, что я очень поздно начал этим заниматься, потому что я бы уже зарабатывал на этом ТикТоке. Да, и очень интересно, что это платформа, в которую ты можешь зайти вообще без копейки, чисто только за счет контента, что очень тяжело сделать в Инстаграме сейчас или там на Ютубе, например. Ну, и в ТикТок скоро будет тяжело, на самом деле. Ну, это да, потому что сумасшедшая конкуренция, все равно он когда-то начнет монетизироваться, да, но пока еще есть там немножко времени для того, чтобы там... Ну, и самое главное, это, наверное, делать что-то оригинальное, что-то то, что... Ну, свою индивидуальность показывать. Это всем интересно, ну, то есть... У нас видос, где Саша на бутылку сел, 6 миллионов набрал. Шучу, нет такого видоса, но сегодня снимем. Мне не нравится ни одна соцсеть. Вообще. Ну, типа, я не человек, который любит там и выложить... Ну, типа, я занимаюсь соцсетями только с точки зрения бизнеса и продвижения нашего артиста как такового. Поэтому, ну, сейчас ТикТок и, как бы, сижу больше всего в ТикТоке, потому что надо искать референсы, надо искать какие-то идеи, видосы и так далее, заливать туда по 5-6 роликов в день. У меня скоро выпадет мозг через ухо, но, типа, это надо просто делать. Это просто работа. Вот, поэтому для меня это ТикТок, для Саш, наверное, Инстаграм, Контакт. Ну, Инстаграм и Ютуб, я бы сказал, я бы отнес его все-таки тоже к соцсети. То есть я, ну, подавляющую часть, как бы, контента для себя и какого-то развлекательного, и какого-то, ну, типа, полезной какую-то информацию всегда ищу, как бы, на Ютубе. Вот, и много времени там провожу, как бы, на самом деле. Ну, и Саня еще очень любит одноклассники. Да, ну, это... Ну, это его личная тема. Старая моя любовь, да. Типа, скиньте денег на лечение, там. Такого сейчас очень много. Не, ну, да, на самом деле, вот эти вот все движухи, типа, болеет ребенок, помогите, наверное. Ну, это, типа, самое большое. А так интересного, да, ну... Ну, обычно это такие не очень информативные сообщения, типа, классные песни, там, понравилось, там, супер, ждем еще. Ну, то есть, на это тяжело даже что-то конструктивное там ответить. Если ждете ответ, скидывают ли нам сиськи, нет, не скидывают. Не скидывают. Ну, типа, может быть, даже и скидывают, но мы не просматриваем эти сообщения, потому что... Блеть. Потому что наша аудитория бабушки за 60. Шучу. Да нет, мне ги-юги даже бы... Ой, ой, извините, пожалуйста, вырежите это. Я вообще нормально к меньшинствам отношусь. Марсель, прости. Вот. Ну, бывает, короче, пишут мальчики. Ну, типа, у-у-у, там вот откуда-то даже находят мой телефон зачем-то и пишут ватсапчики. Мальчики, я нормально к вам отношусь, но я натурал. Реально. Сос расшибу. Ну, вот будете писать такую дичь мне, конечно. Правда. С всей силой. Я нельзя, да, было так говорить? Сая. Сая. Спаси. Мы очень любим вступить с ними в диалог, но очень на высокоинтеллектуальном уровне. Ну, то есть немножко потроллить, как бы, и писать нарочито очень, как бы, культурно. И там говорит спасибо за ваше... Ты что, не помнишь, как ты написал там одному хейтеру не очень культурно? Короче, на самом деле, да, мы нормально относимся к хейту. К хейту, хейту, хейту. Вот. Но бывают такие ситуации, когда просто хочется поржать. Да, ну, чисто выплеснуть энергию. Я один раз написал, то есть он написал комментарий под фотографией с Филиппом Педросовичем, что мы петушары. Вот. И я такой, ну, погнали, как бы. И просто как, просто в самом подворотне, короче, последними словами, просто его там вот такое в стену текста ему написал, как бы, все, что я о нем думаю. Вот. И он потом, кстати, извинялся, что, блин, чуваки, извините, я что-то погорячился. Почему он извинялся? А, а, Игорь потом начал тоже с ним общаться в личке и объяснять ему, что он не прав и почему он, как бы, не прав. Вот. Я же, типа, пацан с птицефабрики, я любому объясню, что он не прав. И я ему там… Причем, кстати, Игорь это делал культурно, без мата, но очень доступно, как бы, что ему придется за свои слова ответить. Ну, мы обычно, это было так, как бы, формат шутки. Это просто реально поржает. Да, да. А так, на самом деле, ну, если ты делаешь что-то, чего там, не делать 99% как бы людей… В любом случае, да, будет хейт… Это неизбежно вызывает, ну, зависть или какие-то А так это норма вообще ситуация. Пусть хейтят. Да. Хейтят, значит, разговаривают и тебе, разговаривают и тебе, значит, ты кому-то нужен. Поэтому пишите хейтят. Я вообще с удовольствием. Да, поэтому мы, как бы, ну, так с юмором к этому относимся. По-другому никак. Под одним из треков нам в комментариях чувак, ну, там, пишут «Говно, шляпа», там, ну, это, типа, все, само-собой разумеющееся. Но одна фраза мне очень понравилась. Ну, чувак, то есть, зашел, посмотрел наш видос, спустился ниже комментариев, там, я не знаю, зарегистрировался в Ютубе, чтобы это делать и написал «Сассандра пиджачная». Да. Это было так круто вообще. Вот эта фраза, она в нашем сердце вообще не всегда. Спасибо, брат. Просто это… Будь с нами. Это гениально. «Сассандра пиджачная. Гимн 2020 года». Как я отношусь к высшему образованию? Я считаю, что оно очень формальное в целом. То есть, то, что ты выучился, получил образование, это тебе вообще не дает никаких преимуществ на рынке, да. То есть, отношение к тебе, оно, как бы, не меняется, да. То есть, главное то, что ты делаешь по жизни, то, что ты научился делать, да. И в этом плане образование, как бы, очень формальное и очень устаревшее, как бы, я так считаю. Вот. Но, тем не менее, чем оно хорошо? Это тем, что оно тебя учит вообще социализироваться, учит тебя учиться и находить информацию. Учит общаться. То есть, оно, в целом, как бы, развивает твой мозг, и ты становишься выше на ступень. Даже если ты не будешь этим заниматься, да, на кого ты учился, это тебя, ну, развивает, как бы, при любом, как бы, раскладе, да. Поэтому учиться — это хорошо. Ты там общаешься, находишь новые связи, познаешь новую информацию, которая, может, тебе не пригодится, но она тебя развивает. Поэтому ты начинаешь говорить по-другому и так далее. Поэтому это, ну, хорошо в любом случае. Но нужно, как бы, заниматься не тем, куда там было в меньшую очередь, да, когда ты документы подавал, не туда, куда тебя, там, запихивают родители, заставляют тебя что-то делать. Надо делать то, что ты действительно чувствуешь, и только вот в этом ты можешь добиться успеха. То есть, слушая себя, вот. А учиться — это, как бы, хорошо было, было и будет всегда. Согласен с предыдущим оратором? Вот мы, вообще, максимально аполитичные люди, вообще полностью. Поэтому сказать что-то, ну, вот, ну, наверное, нет. Ну, следим. Все так, как оно должно быть, короче. И по-другому быть не может, мы никак не можем на это повлиять. Поэтому пусть будет так. Да, можно говорить там, мнение свое высказывать, что это поменяется. Надо создавать ту страну, ту жизнь, как бы, в первую очередь, начав себя. Вот, чем мы и занимаемся, как бы. Быть максимально, как бы, эффективным, да, и нормальным человеком, как бы, саму с собой. А все, что происходит, говорить об этом бессмысленно. Поэтому, ну, как-то так. Идеальные отношения — это то, когда ты топишь за какую-то свою тему. Ну, у тебя есть какие-то амбиции, ты в чем-то развиваешься, да, пытаешься чего-то добиться. А твоя половина, она такая же, как ты. То есть она, у нее тоже есть какой-то свой интерес. И вы, ну, как партнеры, да, то есть строите вот эту жизнь вместе и друг друга поддерживаете. Вот. А не очень хорошая ситуация — это если один вот такой, а второй вот ничем не интересуется, да, и выносит мозг к первому. Вот, и, типа, ты где там, ты мне выделяешь мало времени, ты, ну, это очень тяжело. Вот, поэтому должно быть как-то все, ну, вот, типа, идут вместе в одну сторону, и при этом у каждого есть своя жизнь. Вот это очень важно, мне кажется. Верно. Надо же было так сказать. Я отношусь к бьюти-тюнингу нормально. Ну, типа, блин, каждый же сам хозяин своего тела, поэтому нормально. Если человеку комфортно находиться в состоянии в том, в которое он себя приводит, это замечательно и прекрасно. Ну, типа, я всегда уважаю выбор человека. Поэтому, хотите делать губы — делайте губы. Хотите делать сиськи — делайте сиськи. Хотите делать жопу — делайте жопу. Саша вот письку хочет увеличить. Я так чувствую. Я художник, я так вижу. Ну, я вот, на самом деле, тоже в целом к этому очень положительно отношусь. Но лично для меня, вот, есть моменты, да, когда это, ну, вот, не идет девушке, как вот, я считаю. Мне кажется, что дело вообще не в этом, а дело в ее, там, энергетике, в ее открытости. То есть вот это вот цепляет, как бы, мужчин, да, ну, по крайней мере, таких, как я. Вот, а не то, что у нее, там, есть губы, там, сиськи и так далее. То есть дело вот, ну, вообще не в этом. Первоначально. Вот, поэтому, ну, ну, в целом эта индустрия, она, конечно, имеет место быть. Сколько надо денег? Блин, ну, надо столько денег, чтобы ты не заморачивался за какие-то бытовые ситуации, мне кажется. за какие-то, там, свои обязательства или еще что-то. Ну, то есть денег должно быть столько, чтобы просто заниматься, продолжать творчеством, вот и все. Да, ну, конкретную сумму называть, наверное, тяжело. Но, как бы, хочется, то есть много денег, там, гигантские суммы, чтобы жить хорошо, не надо, как бы. То есть ты должен иметь хороший дом, да, иметь возможность, там, передвигаться, да, там, на чем-то, иметь возможность путешествовать. Вот для меня это очень важно. Тогда, когда ты хочешь, да, и посещать те места, которые ты хочешь посещать. А так, в целом, то есть какие-то, там, вертолеты, как бы, яхты, пароходы, для того, чтобы чувствовать себя счастливым, это необязательно. Естественно, именно поэтому мы с тобой смотрим самолет, да, себе? Ну, это мы смотрим не тот самолет, который стоит миллионы долларов, вот. Но деньги, деньги, конечно, нужны для того, чтобы чувствовать комфорт, вот. Но циклиться на них не нужно, тогда они не дойдут до тебя, если на этом циклишься. А если ты занимаешься своим делом, да, то, во что ты веришь, то они приходят сами собой, и самое главное – чувствовать себя счастливым, вот. А остальное, оно придет. Пасмурная погода. Собственно, грязь на улице и отсутствие солнца. Пробки, безусловно. И, да блин, я фиг его знает, я позитивный человек, что меня бесить-то должно. Тупые люди, короче, бесит. Тупые. Бесит, когда не хватает на что-то времени. Бывает такое, ты как бы начинаешь торопиться, там, да, у тебя куча-куча дел накапливается, но это неизбежная, как бы, ситуация. Пасмурная погода, да, наверное, тоже соглашусь. Бесит, когда ты чувствуешь лень, когда тебе апатию, не хочется ничего делать, вот это вот неприятно. А все остальное, только твое отношение к вещам, то есть, да, ты встал, там, попал, там, я не знаю, в пробку. Ну, ты с этим ничего не можешь поделать, как бы, ну, какой смысл, как бы, раздражаться, да. Можно послушать музыку, там, или позвонить кому-то. Да все такие же, только чуть больше седых волос и морщин. Позитивные, веселые, радужные, и чуть-чуть кожа сморщилась, и татуировки уехали. Так мне мама говорит, идиот говорит. Да все классно у нас будет через 10 лет. Кто знает, ну, если вы имеете в виду стиль, сложно сказать. Это, ну, непредсказуемо, то, что будет, там, внутри, да, происходить в этот момент, что будет вообще в мире происходить. Как бы, есть музыка хорошая, есть плохая, есть настоящие, ненастоящие стили, никаких не существует. Да, у нас выходит в середине января следующая песня. Ну, пока не будем спойлерить, но это будет такой очень, ну, как бы, движовый, позитивный, клевый, тиктоковый трек. По-любому он вам очень понравится. Вот, ну, то есть, пока что не, там, не медляк, не печаль, но, кстати, медляк скоро опять нужен какой-нибудь хороший. Ну, пока чуть позже. Вот, а так материал уже собралось очень много. Много идей, много всего. Поэтому сейчас будем стараться выпускать, там, ну, максимум каждый месяц, там, а то и чаще. Вот, поэтому будет 21-й год наполнен, как бы, релизами 100%. Самое главное в жизни — это чувствовать себя счастливым и свободным. Самое главное в жизни — это кайфовать от жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.